Страна, над которой не заходит солнце. Под таким названием открылась новая выставка в Люберецком краеведческом музее в экспозиции фотографии природы и животных из разных уголков России. Их автор – молодой фотограф и телеоператор Никита Скраган, член команды телеканала ЛРТ. Сёрфер в закатном свете на Плещеевом озере, влюблённые на волнорезе и новороссийские горы, щенок на пляже в Гаграх, настороженная волчица в московском зоопарке. В этой выставке, кажется, застыли мгновения сокровенного единения с природой. Для фотографа Никиты Скрагана это дебют, первая экспозиция. Идея выставки появилась спонтанно. Я много путешествую по России, ну, в общем-то, и не только. Ну, естественно, с фотоаппаратом обязательно, чтобы все эти воспоминания были вот в каком-то наглядном виде для меня. И после очередной поездки, сидя дома в фотошопе, доводя фотографии до ума, я понял, что уже накопилось какое-то количество, которое хочется всем показать, поделиться как-то. В Люберецком краеведческом музее инициативу начинающего фотографа поддержали охотно. Предоставили помещение, помогли с оформлением экспозиции. Очень важно, что его работы носят патриотический характер, показывают красоту нашей необъятной России и многообразие природы. И, кстати, из всех посетителей музея особенно нравятся они детям. Всегда, когда очень нравится работа, с ними фотографируются, дети просто валом бегали по этой выставке, обязательно все фотографировали. То есть это действительно реакция, это действительно успех для художника. На официальное открытие выставки пришли близкие родственники и друзья фотографа. Каждый из них по-своему горд. Дедушка с бабушкой, например, считают, что работая в журналистике, необходимо всегда развиваться и расширять горизонты. Действительно, в нашей стране есть уголки от тропиков до северного сияния. И все, от моря, океаны до Калининграда, все это наше. И показать все сюжеты, связанные с природой, связанные с животным миром, связанные с рельефом, это действительно задача достойная. Я думаю, что союз становится богаче от того, что в нем существуют, работают, творят молодые, сильные, умные, талантливые люди, которые умеют не закрываться в какую-то узкую свою специальность, в какие-то узкие темы, а умеют видеть мир во всей его красоте и весь простор этой жизни видеть. Но все же признался молодой фотограф. Решиться на эту выставку, да и вообще поверить в то, что ты свободен творить, путешествовать, жить в полную силу, это было не так-то легко. Тут, конечно, большое спасибо, очень хочется сказать, во-первых, родственникам, во-вторых, моей девушке, которая меня постоянно пинает, говорит, давай, иди, делай, надо, 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 ее тут, кстати, тоже несколько фотографий ее есть. И вот если бы не эти постоянные от всех моих близких людей пинки, то, наверное, всего бы и не было этого. После Люберецкого краеведческого музея экспозиция переедет в Есенинскую библиотеку, там ее тоже хотят выставить, а дальше она, возможно, отправится в Москву. Вот такая история о начале творческого пути в стране, над которой не заходит солнце. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ.